От князя Владимира и китайских философов до Трампа и Владимира Путина в Чувашском художественном музее открылась персональная выставка народного художника Чувашии Академика Гуманитарной Академии России, президента Академии Художеств Мира Новая Эра Анатолия Силова Выставку «Люди и боги» посвятили 80-летию художника Анатолий Силов автор более 2000 картин Его работы находятся в 71 стране мира 29 из них выставлены в музеях, остальные в частных коллекциях В художественном музее города Чуваксара разместили лишь 240 полотен Сегодняшняя выставка, в общем, результат моих последних 10 лет работ Я серьезно готовился, размеры очень большие у меня стали Каждую работу очень серьезно обдумываю Всесторонний костюм и истории этого момента Этнографические лица Раньше Анатолий Силов работал в авангардной живописи Писал в декоративно-абстрактной манере А сейчас чувашский художник с увлечением пишет портреты современников Сильных мира сего В его арсенале сотни оригинальных полотен с легендарными сюжетами и историческими персонажами Я его знаю больше четверть века Я вижу, настолько он идеальные такие картины пишет Вы не представляете, вот каждая картина, чтобы посмотреть нужно около, чтобы хорошо посмотреть, может минут 30 нужно И поэтому это замечательная выставка, одна из самых лучших выставок, которые я видел в Чувашии Я думаю, эта выставка на уровне мировая уже Анатолий Силов объездил полмира Работал на Украине, в США, Алжире, Марокко, Нигерии, Сенегале и многих других странах мира Знакомился с историей, культурой и традициями различных народов По крупицам собирал материал Все это потом вылилось в целые серии этнических картин Многие полотна за эти годы превратились в художественные документы Бесценные для следующих поколений Особенно мне нравится африканский период Такой вот он очень изящный, очень тонкий Какое-то вот это вот нутро человеческое И вообще не с природой Так настолько тонко передано Вот эта вот серия меня просто восхищает, конечно В свои 80 лет народный художник Чувашии Президент Академии художеств мира новая эра Профессор Института культуры ЮНЕСКО Действительный член Международной гуманитарной академии Европа-Азия Член Европейской ассоциации художников И Международного союза художники за мир Творит без перерыва Признается, заказов хватает на два года вперед В конце мая Анатолий Александрович собирается в Китай На открытие персональной выставки Галина Титарчук, Александр Петров, Борис Андреев, Республика